Здравствуйте! Я сегодня веду этот эфир с мамой вместе. Вот. А это собака. Она вот тут у нас сидит. Смотрите, какая штука у Эмиди теперь есть. Вот эту штуку сейчас я покажу. Здравствуйте всем! Меня зовут Юлия Ходорцева. Вот такая вот штука есть у моей собаки. И сегодня на эфире присутствует мой ребенок и наша собака. Всем здравствуйте! Сука! Моя собака. Ты всем сказал здрасте? Всем здравствуйте! Вот это моя собака, кто не увидел еще. Эмид, поздоровайся. Все, наш мамой поздоровайся. Ну, пойдем. Так, ну что, здравствуйте, присоединяйтесь. Меня зовут Юлия Ходорцева. Я психолог, расстановщик. Сегодня вернулась из Индии, из 11-дневного путешествия по Индии. И, знаете, я достаточно давно занимаюсь расстановками, изучаю квантовую всю языку построения мира. И на одном из своих мастер-майндов, когда я говорю про магию, я говорю, что есть так называемая планетарная магия. Планетарная магия – это понимание, что наша планета, она ровно повторяет нашу систему. Ну, то есть физическую систему. У нее точно так же есть мозг, есть также руки, печень, сердце и прочее. И вот, знаете, я в Индии была в таком месте, где, мне кажется, у нашей планеты находится шишковидная железа. Шишковидная железа – это как раз-таки место, где мы рождаемся, и мы умираем. И самая большая активация шишковидной железы в организме человека происходит в момент смерти и в момент рождения. И шишковидная железа, на самом деле, отвечает за расширенное сознание, шишковидная железа отвечает за творческую часть, ну, за такую божественную историю. Так вот, в Раджистане, там, где я была, возле подножья горы Радхакун, там, на самом деле, действительно происходят какие-то невероятные вещи. И я вот сейчас так отхожу немного от этого. Как я хочу стать заказчиком на ваших расстановках. Заранее бронируйте места. Вот у нас 24-го. В эту субботу расстановки будут в Москве. Местных заказчиков, понятно, уже нет, но приходите на заместителей. 23-го, в день защитников Отечества, в мужской день, я решила провести расстановку Папа. Тоже всех жду на расстановке Папа оффлайн в Москве. А также до этого будет открытая встреча. Просто хочу с вами поговорить, отдавать энергию и прочее, прочее. Знаете, если говорить про Индию, Индия меня поразила тем, как много они там отдают просто так. Там практически нет... Там практически нет... Там практически нет историй, где люди реально работают, но практически нет историй, где люди реально не занимаются благотворительностью. Поэтому в моих программах вы сейчас все больше и больше будете видеть темы донейшена, где я буду отдавать просто так, а вы будете сами решать, сколько за это платить. Потому что я, конечно, в Индии вот эту часть увидела. И кто подписан на мой телеграм-канал, кстати, очень рекомендую, я там часто делюсь. Я тоже там ставила деньги и кормлю людей теперь там. Это такая вот история, где кроме Бога, по сути, у людей там в этой Индии, в этой прекрасной Индии, получается, ничего нет. Но опять же, я сейчас говорю не про всю Индию, а именно про то место, в котором я была, потому что я была действительно в святом месте. И если вы знаете, да, я там жила в ашраме, жила в ашраме у очень великого человека, величайшего человека, у Махараджи. Если кто-то может ему передать от меня низкий поклон, поцеловать в ноги, то сделайте это. Не знаю, смотрят ли они, смотрят. Но, в общем, такая история. Поэтому я сегодня вернулась с Индией. Не знаю, о чём даже буду сегодня говорить. Я делала опросник. Сейчас попробую поотвечать на ваши вопросы. Но глобально такая у меня была, конечно, поездочка очень про другое. Я не знаю, как это отразится на конкретной моей жизни. Но мне кажется, что по-прежнему уже жить не получится. Будет что-то абсолютно по-новому. Такие новости. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, заикания сыну 14 лет раньше не было. Смотрите, в 12 лет у индивида включается кармическая история. Поэтому, скорее всего, там подключилась какая-то карма. Если какие-то серьёзные проблемы приходят после 12 лет, то там включается уже личная карма ребёнка. Там уже нет тотального повторения матери. Но так или иначе ДНК есть. Даже если мы смотрим с точки зрения кармы, кармический ребёнок тоже не просто так выбирает себе родителей. Поэтому, с одной стороны, да, включилась личная карма. С другой стороны, любая личная карма так или иначе сопряжена с историей родителей. Поэтому тоже смотрите в себя. Что вы можете сделать? Поработать со своей чакрой Вишутха. Вишутха – это чакра номер 5. Она находится здесь в ерёмной ямке. Посмотрите, где вы что-то не договариваетесь. Здесь, где вы собираетесь в Дубай, мне уже 500 раз спрашивают про Дубай. У меня в Дубай будет тренинг в октябре, по-моему, или в ноябре. Я там один раз в год обязательно провожу тренинг. Поэтому, если вы хотите на расстановке, то и на тренинг. Если даже я соберусь в Дубай отдохнуть, то я не работаю. Поэтому я здесь ничего сказать не могу. У дочки буллинг. 14 лет переехали в другую страну. Знаете, как бесполезно бежать, потому что вы так или иначе везде берётесь в себя. Знаете, это как я... Когда, помните, началась в Израиле опять война, и наши русские, которые убегали здесь, из Москвы от спецоперации, приехали в Израиль, а там то же самое началось. Поэтому вопрос же не в том, чтобы убегать от внутренней борьбы и войны. Вопрос в том, чтобы с этим работать. У меня есть невероятно мощнейший марафон. Обьюз. Обязательно пройдите его. И дочке, если 14 лет, уже тоже пусть пройдёт, и пусть поработает. Но в этом марафоне я говорю, что базовый абьюз на уровне личности начинается с мамы. Потому что душа, 22-мерное пространство, когда спускается к маме в живот, это 22-мерное пространство, мамин живот... Видите, как у них все рука? Это 22-мерное пространство, мамин живот начинает абьюзить. Поэтому, по сути, первое, кто в нас вносит абьюзивные энергии на уровне личности, это, конечно, мать. Поэтому на марафоне абьюз мы в том числе с матерью работаем. Понятно, что там есть ещё и другие программы абьюзивного характера. Личностный уровень, родительский уровень. Если папа как-то абьюзил маму в родовом уровне, все истории с войной, холокостом и прочим моментом. Но на уровне личности первый абьюз ребёнок получает, когда попадает к маме в живот. 22-мерное пространство души, попадая в трёхмерный мир к маме в живот, он попадает в эту абьюзивную историю. Вот у меня есть расстановочный марафон абьюз. Мы там очень глубоко первый урок, первый день работаем с энергией матери. Потому что первый абьюзер для нас это, конечно, мама. И об этом всегда страшно говорить, потому что там в животе у мамы у нас происходит так называемая слепка абьюз-любовь. Абьюз-любовь. И я могу вам точно сказать, что в 100% отношения абьюз присутствует. Абьюз есть открытый, это когда есть сексуальное насилие, физическое насилие. Абьюз есть в виде так называемого газлайтинга. Газлайтинг – это когда такой эмоциональный, моральный абьюз. Абьюз есть в виде буллинга. Ну, видов абьюзов огромное количество, но любые отношения, они так или иначе заточены на абьюз. Я ещё раз повторюсь, первый самый абьюз мы получаем, когда мы попадаем к мамочке в живот. Мы, по сути, там попадаем в абьюзивное пространство. Поэтому с этим надо работать. И здесь бесполезно убегать, в абьюз надо смотреть в глаза. И я, честно говоря, уже заколебалась обсасывать эту тему, я уже активно везде об этом говорила. Но я тот человек, который реально с этой энергией очень близок, очень много. Я в своей жизни пережила все виды абьюза с разной стороны. Я в своей родовой системе огромное количество абьюза вытащила в кармической системе и выгрузила это всё в расстановочный марафон. Абьюз – идите на него, сходите, он глубочайший, мощный. Если не вывозите на марафоне, приходите на индивидуальные консультации. Я тот самый психотерапевт, который может хорошенечко отконтейнировать любые темы, связанные с абьюзом. Поэтому давайте. Сейчас давайте я всё-таки вопросы... Розовые розы, цветки соколовые. Я сейчас буду это... Вопрос вашу достану. Вопрос-ответ. Просто вещайте в потоке из Индии жду. Ну, как-то, видите, началось с абьюза. Причём, знаете, вот в Индии так удивительно, если про Индию говорить, Индия много раз тоже завоёвывалась монголами. Моголы они назывались, тоже мусульманские грегоры. И индусы, они такие, конечно, всё-таки «Здравствуйте, я вас люблю». То есть там, конечно, вообще энергии абьюза нет. Но при этом они много раз завоёвывались мусульманским грегором, таким очень мощным, и в том числе и абьюзивным, таким жёстким, агрессивным грегором. И у них, конечно, тоже соединена в истории государства история с тем, где их завоёвывали, воевали и прочее. Но вот то, что я увидела, это такое тотальное, просто какое-то безумное, просто любовь. Такая, знаете, реальная энергия тотальной благости. Там вот на всё просто рада-рада, рада-рада, рада-рада. Такая тотальная благость и невероятная любовь, просто которая витает в атмосфере. Я, конечно, под впечатлением от Индии. Я поставила в декабре тренинг в Индии. Уже много людей купили. Я вас обожаю, конечно, те, кто покупают тренинги со мной, потому что, ну, я… Знаете, в жизни… Из своей практики скажу, в жизни очень важна репутация. И моя репутация уже настолько сильна, что люди покупают тренинги со мной, когда я ещё сама программу не составила. Я там, например, сейчас полностью выкуплен Кипр, а на Кипр я ещё программу не составляла. Почему? Потому что все знают, что я всё равно сделала очень качественно. Да, у меня вот эта история есть. Поэтому… Также с Индией. Как приобрести марафон-абьюз? Как приобрести марафон-абьюз, девочки мои, скажите? Напишите мне в команду девчонкам моим, они вам ответят. Я, честно говоря, не знаю, когда он будет следующий поток. Я что-то такая, знаете, вернусь, посмотрю, может, у меня в расписании висит. Оно у меня не висит. Я даже ватсап не открыла. Это, конечно, вообще прикол. Юля, добрый вечер. Воспаление сигмовидной кишки. Кишечник. Кишечник – это показатель шизофренического, извините, расстройства. И, надеюсь, вы не обидитесь. В психбольнице, если кто-то когда-то был, очень рекомендую однажды сходить просто поволонтерить там. У них у всех проблемы с кишечником. 20 марта абьюз. Вот, спасибо большое. У меня люди подсказывают. 20 марта марафон абьюз. Идите на него, запишитесь. Я, на самом деле, вам так скажу. Марафон абьюз – это марафон, который нужно пройти всем. У нас у всех есть. Это базовая энергия абьюза. И с этим никто ничего сделать не может. Потому что, я же говорю, оно начинается из родовых систем и прочего. И в базе на личностном уровне это отношения с мамой. Почему папа умер, когда я была беременна? Потому что у него жизнь закончилась. Смотрите. Жизнь, она 100% закончится. У каждого, кто живет на этой планете. Живым из этой жизни еще никто не уходил. И здесь вариантов нет. Здесь, когда вы думаете, что это как-то связано с вами или с вашим ребенком, вы слишком много на себя берете. Если вы думаете, что вы можете повлиять на чью-то жизнь или на чью-то смерть, идите, повлияйте на жир в районе своего живота. Понимаете? Вы на свой жир повлиять не можете или на свой аппетит, или на бардак в вашем шкафу. Как вы хотите влиять на чью-то жизнь? Угомонитесь, пожалуйста. И вот идите лучше на шкаф свой повлиять, чтобы там порядок завелся. Понимаете? А когда вы начинаете думать, что с вами как-то связано то, что кто-то умер, и как-то это вот связано с вашим ребенком. Ну, любимые, поправляйте эту корону, потому что эта корона, она обычно заканчивается жиром на животе. Понимаете? Напишите книгу про абьюз, пожалуйста. Слушайте, это будет, наверное, когда-нибудь я напишу автобиографию и оттуда все вытащу. Ну, знаете, может быть, когда-нибудь я книгу про абьюз и напишу. Ну, не знаю, пока у меня на это нет энергии. Но на марафон абьюз сходите. Это как раз-таки... Это как раз-таки такая глубокая история. И даже если вы на нем были, сходите еще раз. Добрый вечер. Можно ли расставлять такую тему, как Рак? Ну, да, можно. Приходите, посмотрим, какие психологические аспекты в этой истории. Ну, как бы так или иначе, огромное количество специалистов, там Лиз Бурбо и Синельников писали про психосоматику. И, конечно же, любые болячки, они так или иначе связаны с психотерапевтической частью, с психикой. Поэтому однозначно... Да. А когда будет готова аудиоверсия книги «Секс»? Вы знаете, завтра я иду записывать... Хорошо. Мама завтра идет записывать эту книгу. Вот. Поэтому вы ждите. Я хожу, Макара, регулярно записывать. Если так получится, я надеюсь, завтра мы это запишем. В течение недели-двух она выйдет. Так что завтра какие-то кусочки буду укладывать в Телеграм-канале. Поэтому надеюсь, что завтра мы ее допишем. А когда будет так? Подскажите про аллергию. Куда посмотреть? Нос закладывать. Аллергия – это не принятие того, что происходит в вашей жизни. Не принятие каких-то конкретных ситуаций. Не принятие партнера, не принятие работы, не принятие, не знаю, там родителей. То есть это у вас аллергия на что-то. Книга про тело. Книга про тело будет следующей. Сейчас мы доделываем. Скоро выйдет книга про чакры. И после этого команда моя. Вы знаете, я не могу открыть свой WhatsApp. Потом ничего увидеть, ничего не могу. Скиньте в Телеграм, пожалуйста, мне информацию. Телеграм открывается. Спасибо большое. Что-то у тебя WhatsApp не открывается на компьютере. По линиям. Мамы, все женщины видят мир через призму негатива. Бабушка, мама, сестра, моя дочь, скандалы все время между с вами. Как избавиться? Начните с себя. Смотрите, вы состоите из ДНК мамы. Ваш ребенок состоит из вашего ДНК. И здесь важно менять свое ДНК, тогда у ребенка ДНК будет меняться. Вы ввели супервизию для учеников. Да. На самом деле я обучаю терапевтов и VIP-обучение будет в апреле, обычное обучение будет в мае. Я обучаю терапевтов и на самом деле я надеюсь, что многие из вас знают. Я обучаю терапевтов только оффлайн, только оффлайн, потому что я подтверждаю каждого своего терапевта очень открыто. и я понимаю, что каждый мой терапевт и я понимаю, спасибо, Кристин, да, увидела. И я понимаю, что каждый мой терапевт работает качественно и я здесь однозначно несу ответственность перед каждым клиентом, который терапевтируется у моих терапевтов и особенно те терапевты, которые продолжают быть со мной в потоке. Вот, поэтому в апреле и в мае будет следующее обучение, приходите. И более того, с этого года я ввела супервизии для терапевтов. После того, как вы обучаетесь, мы еще 4 раза в год встречаемся поднимать квалификации, делать супервизии. Это стоит не так дорого. И вот в марте будет супервизия для терапевтов, которые уже имеют мои дипломы. Поэтому в марте жду на супервизию моих хороших, тех, кто имеет мои дипломы. На обучение мы выдаем дипломы государственного образца. Какая стоимость обучения? Так, любимый, я точно вам не скажу, но вип-обучение, вип-обучение у вас входит проживание, питание, группа до 12 человек, не больше, 3 дня, по-моему, 1 миллион 200. Обычная группа, по-моему, стоит 600 тысяч. Вот напишите команде, там я могу немножко в ценах ошибаться. Это 4 дня и группа 25 человек. Юля, здравствуйте, в Ростов-на-Дону планирую? Я буду в Краснодаре. В июле я буду в Краснодаре. Бронируйте места, там, по-моему, одно место на заказчика осталось. А в Краснодаре буду летом, поэтому обязательно абонируйте места. Почему сложно сканить лишний вес? Лишний вес, кстати, у меня будет марафон тело-клиту, это невероятный марафон, вы сами все видите, да, кто давно на меня подписан, кто недавно на меня подписан, мне 42 года, я вешу там 50 килограмм, и я когда написала свой расстановочный марафон тело-клиту, который будет марафон тело-клиту, у нас я не знаю, когда, девочки, когда марафон тело-клиту, вы ничего не поняли, что написали. Ну, короче, тело-клиту, марафон, ничего не поняли. А, вот, 8 марта, о, 8 марта, совсем скоро марафон тело-клиту стартует, я ему после написала, что мама 10 килограмм похудела. У нас лишний вес связан с, опять же, нашей любимой мамой, почему? Потому что, если вы никак не можете наесть, вы когда в животике у мамочки сидели, вы ее постоянно кушали, для вас еда в огромном количестве с энергией маминой любви. Вот, поэтому мы часто кушаем, потому что хотим маму. Потом мы родились мамочки на грудь ели, те девочки, которые, мальчики, которые любят тортики, особенно эти такие молочненькие, вкусненькие. Это история, где мы мамочки на молочко хотим. Очень часто у нас лишний вес связан с отцом, потому что уверенности не хватает. Очень часто у нас лишний вес связан с миссией, потому что мы канал берем, он у нас накапливается в виде жира, и мы его не отдаем в достаточном количестве. Очень часто лишний вес связан с нерожденными детьми, потому что мы пытаемся этих детей доносить. Очень часто лишний вес связан с амбьюзивной энергией, потому что если нас били в детстве, то бить, когда у тебя есть защита такая, как жир, она, соответственно, легче переносится. Очень часто лишний вес связан с неудовлетворёнными сексуальными отношениями. Если вы не кончаете, а просто занимаетесь сексом, для вас каждый половой акт это просто акт насилия, потому что вы этого удовольствия не получаете. Тогда мало того, что у вас молочница, эрозия, всякая хрень в гениталиях, вы ещё и лишним весом обкладываете. Поэтому оно всегда здесь по-разному, поэтому вот такие вот дела. и так хочу пить, а никого нет дома. Макар! Так, смотрим. Юлечка, я марафон чудес выполнена вовремя, так и не отнесла орешки к ёлке. Как ещё можно правильно? Вот неси сейчас к любой ёлочке орешки. У нас есть марафон чудес, он идёт перед Новым годом, мы там орехи к ёлке носили. Как отписаться матом, ругаясь человек? Ты просто выключи компьютер, телефон, выключи В.О. Владимир 2003. Ты просто телефон выключи, подиумные книжки почитай. О благочестии, например, о том, как оскорблять женщину, о том, как ненавидеть женщину, о том, что каждая женщина в твоём мире, это твоя мать, и ты сейчас просто хочешь избавиться от своей матери, просто её убить. Поэтому ты здесь мне выкатываешь такие истории. На самом деле, мужчина, который на вас агрессирует, он агрессирует на свою собственную мать. И если вдруг на вас ваш муж кричит, ругается, злится, ваша задача понимать, что он злится на свою собственную мать. И первый вопрос, который вам надо самим себе задать, почему вы этим фоните. И второй вопрос, почему в вашем пространстве есть такого рода мужчина. И вот видите, Владимир продолжает у меня здесь быть. Владимир, что ж вы не уходите? Такими темпами мы с вами поженимся, дорогой. Так вы сейчас в меня влюбитесь, предложение о замужестве сделаете. Так, о лесбиянке и гее, какие у них программы? Отвержение отца в обоих случаях, тотальное отвержение отцовской фигуры. Можете спросить любого, любую фигуру из ЛГБТ, а как они относятся к отцу, и там будет что-нибудь неприятное. Всегда. Отвержение мужской части в обоих случаях. А если женщина кричит, она ненавидит отца, скорее от беспомощности женщина часто кричит, от страха, потому что она по-другому защищаться не умеет. Нет, здесь не так. Не то, что ненавидит отца, у него опоры этой нет. Когда за моей спиной, вот смотрите, вот мужчина сейчас матом на меня ругается, если бы здесь стоял мой папа сейчас, ну, если бы мы реально были один на один, да, понятно, что когда папа стоит, я могу человеку ответить. родной. Команда написала, что ли? Открыли, пожалуйста, и бутылочку принеси. красивый тут вообще. Пожалуйста, стаканчик мне принеси, открой. Ну, то есть, смотрите, если, например, у меня вот здесь стоит мой отец с кинжалом, да, мой осетинский папа, вот мужчина там пишет, мужчина, вы когда пишете, вы не думаете, что у меня дядя, например, олимпийский чемпион, он может отрезать ваш язык, например, когда... А что тут пишут? Иди. А что тут пишут? Я вот, сын у меня боксер, он тут что-нибудь отрежет, да? А что тут пишут? Я некрасивый манкер рассказала. Так вот, Мука, ну иди просто, я эфир веду. Как правильно реагировать? Все, я пошел. Я просто сказала, что на что тебе надо в зиму маняшу. Давай. Так вот, если женщина кричит, то у нее не простроен, скорее всего, папа, она не у папы кричит, а папы здесь нет, да? То есть мужчина не может у нас поднять голос, мужчина не может там не прийти вовремя на свидание, мужчина не может не уважать женщину, если за правым плечом у женщины стоит отец с кинжалами, понятно? И я на самом деле, знаете, вот если про Индию, я, конечно, восхищаюсь этой историей, когда для того, чтобы им жениться, семья должна подтверждать, семья должна подтверждать. Та история, когда вот я сейчас, конечно, моему будущему мужу придется очень непросто, потому что, ну, во-первых, ему надо будет идти просить мои руки у моего дяди, у моих родителей, у моих родственников, брать ответственность перед ними за меня, например, да? Конечно, мужчина может себе такое позволить, потому что он просто страх потерял. А когда женщина видит, что мужчина ее не уважает, а он ее не уважает только потому, что он отца там не видит, если с правой стороны за плечом стоит отец и говорит, я тебе яйца отрежу, если ты будешь мою дочку обижать, то, понятно, там мужчина даже не посмеет, ни матом ничего написать, ни ругнуться. Вот 23 числа у нас будет тематическая расстановка папы, мы будем с этим очень глубоко работать, в том числе с этим. отцовская фигура, она дает женщине, если про женщину, невероятную внутреннюю ценность себя, невероятно глубокую внутреннюю ценность себя. БДСМ это про что? Про раскаченные амплитуды внутренние и про то, когда хочется очень сильно эмоционалить. Вот, ну и несомненно, энергия глубочайшего абьюза. БДСМ это, скорее всего, в детстве были насилия сексуальные, моральные, физические. БДСМ это, скорее всего, в карме были холокосты, Вторая мировая война, ну и в родовой системе. БДСМ это, скорее всего, малочувствительное тело. Какие книги про благочестие? Вы знаете, любая духовная литература, вот та же, на самом деле, это ведическая литература, та же Индия, она про это. Но знаете, про что для меня благочестие, что-то сегодня так об этом хочется поговорить? Это когда вы соблюдаете правила Бога, не потому, что вы Бога боитесь, а потому, что вы по-другому не можете, понимаете, да? То есть там вот как, допустим, в христианской религии есть такое, не убей, не укради, а то Боженька накажут. Когда вы перестаёте убивать и красть, не потому, что Боженька накажут, а потому, что вы по-другому не можете. Это когда вы, например, уходите с пляжа, не только свой, но и чужой мусор. Не потому, что вас поругают или похвалили, а потому, что вы по-другому не можете. Это когда вы, не знаю, в треугольник любовный не вступаете. Не потому, что вы там в своей, грубо говоря, там, гордыне находите, а потому, что вы понимаете, что это просто неблагочестиво, некрасиво так делает другой женщине. Это когда вы не оскорбляете людей, да? Когда вы там не прелюбодействуете. Не потому, что Боженька накажут, а потому, что у вас внутри так программы выстроены. Это такая, знаете, глубокая история внутреннего уважения к самим себе и к другим людям и к миру. А когда мужчина хочет переодеваться, что у вас сегодня вопросы, конечно? А когда мужчина хочет переодеваться в женское? Там папа, папа не простроен. Когда мужчина не хочет быть мужчиной. Когда мужчина не хочет быть мужчиной, он не уважает своего отца. Ну, точка. Здесь 23 февраля, февраля, то есть в эту пятницу, послезавтра, жду вас на расстановке отец. Ну, папа, давайте честно, ну, папа – это деньги, папа – это успех, папа – это движение, папа – это богатство. Папа – это сила, папа – это здоровые мужско-женские отношения, папа – это здоровые дети. Ну, это папа. Папа – это солнце. Хотите вам это? Папа – это президент, в конце концов. У кого аллергия на солнце, это у вас проблемы с папой, понимаете? У кого проблемы с мужчиной, это проблемы с папой. Папа – это всё с точки зрения движения, материального обеспечения, уважения к мужчинам. Юля, куда смотреть свои деньги не через мужчину? В родовые программы, где женщины были рабынями. Ну, например. Ну, и в цены себя. С другой стороны, если ты удовлетворена своей реализацией, то, ну, как бы занимайся. Я просто скажу, что времена, где женщина не занималась реализацией, они закончились, понимаете? Вот. То есть для того, чтобы у вас были свои деньги не через мужчину, задача – выйти из рабства. Ну, просто перестать быть рабыней. Юля, про полипы в внутренних органах. В чём может быть? В каких, смотря, органах? Если в гинекологии, это незавершённые отношения с бывшими. Юлечка, у мужа брат погиб. Его жена стала требовать поддержку и внимания от моего мужа. Чем я притянула эту конкуренцию с женщинами? Видишь, хотя бы понимаю, что это конкуренция с женщинами. Не уважением собственным к самой себе, потому что на аватарке даже нет фотографии. Скучно тебе жить. Не реализуешься до конца. Идея реализуется. Знаете, когда женщина в тотальной реализации, когда ей с самой собой хорошо, она вообще не парится. Ну, как бы, если мужчина выбирает другую, особенно если там, как бы, это ещё и не его жена, ну, как бы, ваш мужчина, у него даже сомнений не будет, кого выбирать. То есть, сейчас, как это... Если ты выбираешь между мной ещё и кем-то, выбирай кого-то. Истинно, мой мужчина даже сомневаться не будет, что я ему нужна. А если ты кого-то выбираешь, ну, как бы, иди на все четыре стороны и искай, через тебе дорога. Я ещё буду вас благословлять и благодарить за то, что так. С любовью и гармонией отпускать, да. Ваш мужчина, он не задумывается вас выбирать или не вас. Остальное всё, ну, бредятины, конкуренции и прочее. Но решил мужчина выбрать другую женщину. Отпустите вы его с Богом. Зачем он вам нужен? В желудке полипы. Сейчас такое скажу, конечно, это из грани фантастики. Для тех, кто первый раз меня видит, сейчас это... Я нормальный человек. Но это кармическое воплощение, где вы съедали живых существ. Знаете, у кого желудки полипы, отмените мясо, ну, животную еду на три месяца всё пройдёт. Там просто кармические воплощения, где вы съедали себе подобных. Поэтому надо сейчас месяца три перепрошить сознание и убрать трупы из питания. Ну, просто трупы животных убрать. Папеллому на гениталиях. Незавершённые отношения, членчики. Почему нет друзей и подруг? Потому что нет доверия, не доверяешь. Подождите, я хотела всё-таки на вопросы отвечать, которые в сторис писали. Это интересно, я на ваши вопросы отвечаю, а тем, кто в сторисах. Осознание после поездки. Знаете, самое большое, что я там увидела, это тотальная дуальность и понимание, что никогда никто нигде с голоду не умрёт. Вы знаете, если вы боитесь умереть с голоду, что у вас не хватит денег, не хватит работы, поверьте, вы придёте выйти, вас там накормят, напоят, вы там точно что-нибудь себе найдёте. То есть, для меня Индия страна есть тотальной бедности и тотального богатства. Самое богатое место на планете одновременно самым бедным. Это такое удивительное сочетание. Знаете, мы жили в ашраме, реально там кормили два раза в день, готовили просад. Просад – это еда для богов. И сначала богам предлагали, а потом мы ели. А потом мы поехали на свадьбу, а на свадьбе была тотальная. Просто деньги на голову сыпались, понимаете? Женщины, которые сидят и просят милости на улице, дома имеют тонны золота. Ну, не тонны, но десятки килограмм золота. А если сама умеет зарабатывать, как это деньги от мужчины? Ну, вот я сейчас, например, выйду замуж, я нормально зарабатываю, но мужчина отвечает в отношениях за дом, продукты. Женщина отвечает за красоту, поэтому ну, сами зарабатываете на шторки, на косметологов своих, а все остальное мужчина. Мужчина – добытчик, женщина зарабатывает на красоту, мужчина – на жизнь. Давайте так. Такие глазные у детей, с чем работать? Тики глазные у детей. Тики глазные у детей, с чем работать? Чего-то мать боится очень сильно, очень сильный страх у матери, чего там мамочка боится? Дети, у которых тики, то они, мама не вывозит свой собственный страх, разделяет с ними. Так, давайте еще я посмотрю вопросики. На марафоне тела к лету будет физические упражнения? Там 2% всех заданий это физические упражнения. Да, я там даже вам записываю. Ну, они там очень просто обычная физкультура, да, но видео упражнений там я даю. Приходите. Ну, 99% это работа с психикой. Знаете, я сама много занимаюсь спортом, но, посмотрите, я всю жизнь занималась спортом, но после того, я написала марафон тела к лету, только после этого я похудела, поэтому вообще вся фигура это галова. У меня еще есть такой марафон жизнь 120, я не знаю, когда он стартует, там прям про молодость. И еще у меня будет скоро вебинар как быть красивой и молодой в новом тысячелетии, тоже на него приходить, это очень крутая штука. Как бывшего отпустить из головы? Прийти на расстановки и карму с ним закрыть? С близкими людьми, которых мы не можем забыть, там, как правило, карма. На расстановки приходите, любимая, вы знаете, приходите реально, вот 23 на папу, 24 на расстановке, да, вы на заместителей приходите, вы очень много тоже прорабатываете, прям очень много. А 23 еще будет открытая встреча, приходите, может быть, там вам получится вопрос к мне задать. Марафон про сексуальный секс есть, подскажите, пожалуйста, да. Марафон про секс и Марафон Лилит, это марафон про сексуальность и секс, книга про секс тоже. Очень рада вас видеть, скажите, пожалуйста, у ребенка 1,7 увеличена печень, печень это агрессия, агрессия, сколько ребенку лет, 1,7, мама, мамина агрессия, мама, с агрессией работать, марафон, марафон люблю себя, у меня есть, мы там с агрессией работаем, марафон абьюз, оно так, чтобы поработать с агрессией, бегать прям, мамочка прям, иди побегай по 3, по 4 километра, по 6 километров в день, походить на бокс, ну, то есть, агрессию из матери надо вытащить, вот, с нетерпением вас жду в красноарядах, скоро буду, красивый свитер вам очень, вот это Аня Керимова, этот свитер вязала, а вот это мне моя подруга подарила, любимая, в общем, вот, а вот это мне нарисовали в Индии, это мне, я купалась в священном озере, там мне монахи завязали, так же, я люблю с такой ниткой ходить, я говорю, добрый вечер, цистита температура, 3 месяца, цистита это мужско-женские отношения, какая-то билибердень с мужско-женскими отношениями, почки, цистит, это мужско-женский, что-то там накалилось, надо разобраться, разобраться, прям вот, в чем проблема, там мужско-женский, особенно на сексе завязаны очень сильно, как отпустить бывшего, почему мне одно и то же вопрос задают, на расстановке приходите, отпустим вашего бывшего, как знаете, у меня известная очень женщина, очень известная, вы все ее знаете, 3 года не могла забыть, а потом после расстановки мне пишут, Юль, как это так работает, я говорю, да просто карму схлопнули, просто схлопнули карму, все, Юля, добрый вечер, вы обучаете расстановкам? да, я обучаю расстановкам, в апреле обучение и в мае, приходите, мало того, что я обучаю расстановкам, я сейчас еще и супервизии для учеников провожу, в марте супервизия для учеников, в марте, ну, 4 раза в год еще супервизии делаю, у меня, у меня, есть такая услуга, мои ученики на сайт ко мне добавляются, так что можете зайти на сайт, посмотреть, кто там у меня из учеников, я прям на сайте своих учеников рекомендую, а что значит сбросить карму? не сбросить, а закрыть, то есть, например, если вас, этот мужчина в прошлой жизни убил, то вы в этой жизни хотите ему отомстить, вот и все, поэтому его забыть не можете, не закрытая карма. Юлечка, цена марафона тела к лету, ой, напишите в команде, ну, у меня все марафоны там от 5, это какой, от 500 рублей до 10 тысяч, с моей поддержкой, тоже сколько тут, 200 что ли, я вообще, если ты индей, я вообще от цены для тела, у меня марафон можно пройти с моей поддержкой, либо в общем потоке, в общем потоке это стоит там от 500 рублей до 10 тысяч, очень доступная цена, главное проходите, с моей поддержкой там что-то 100 или 200, девочки, команда, напишите, сколько стоит марафон с моей поддержкой, сколько марафон тела к лету стоит, мой сын курит, как остановить его, делара, как минимум свою фотографию поставить, курит, это значит, мамочкин сосок себе в рот вставляет, с собой поработайте, это ваше отношение с сыном, ваш сосок себе в рот вставляет, это называется Эдипов комплекс, в возрасте 5-7 лет, мальчик хочет жениться на матери, отпускайте сына, и поймите самое главное, ваши дети вам не принадлежат, знаете, я вот в Индии, вы что, поняла, то, к чему вы очень сильно привыкаете, от чего вы начинаете зависеть, у вас это забирают, поэтому вы просто примите, дети наши нам не принадлежат, дети наши нам не принадлежат, ваш сын не ваша собственность, у него свои, знаете, однажды тоже в расстановках смотрю, макаро-кармические воплощения, и понимаю, что маленькая девочка Юля Ходарцева пытается как-то влиять на сына, схерали, а если дочь курит, это называется синдром электры, папин член во рту, это возраст 5-7 лет, это Эдипов комплекс и синдром электры, там эти базовые травмы наступают, важно с ними работать, а синдром электры и Эдипов комплекс возникают тогда, когда ребенок не понимает, что мама с папой друг друга очень любили, они женятся, дочка женится на папе, мальчик женится на маме, да, они исключают родителя из системы, они забывают, что они не супруг своему родителю, и здесь важно встать на свое детское место, потому что системная система нарушена, папа большой, а я маленькая, мама большая, а я маленькая, папа с мамой занимались сексом, и друг друга любили, любят, всегда будут любить, а я маленькая, я в этом треугольнике, маленький ребенок, я не конкурентка маме, или не конкурент папе, вот это вот история, Юля, как пойти в финансовый рост, прийти к Хадарцевой на расстановке, купить в Хадарцевой дорогой тренинг, знаете, это вот история, когда реально покупаете, что-то дороже, чем вы можете себе позволить, вы знаете, как расширять, просто пойдите купить у меня тренинг, на декабрь, выйди, так расширить, уже год впереди, у вас уже будет тренинг, за сколько там, не знаю, 700 что ли, или 600 стоит, чтобы проработать финансовый потолок, нужно идти в расширение, и покупать что-то, что вам сложно, ну вот прям расширять себя, долги, куда смотреть, долги, это непроработанные отношения с матерью, с отцом, то есть вы берете энергию, вы берете энергию, которую у вас не хватает, и за это платите, то есть вы на место мамы и папы поставили банки и кредиты, на последние деньги тоже полезно курсы покупать, слушайте, ну здесь такая история, здесь ответственность нужна, да, не перекладывание ответственности на меня, допустим, там сейчас купите у меня расстановки, скажите, я потом расстановщиком стану, здесь же важна ответственность, вы ко мне придете на расстановки, на обучение, первый день я вам скажу, поднимите цену на 20%, иначе я вам диплом не выдам, да, а если этого не сделать, я вас выгоню с расстановок, то есть почему у меня реально у клиентов и у учеников есть результаты, потому что я такой достаточно категоричный материальный человек, если вы хотите результаты, в материальном мире нужно делать действия, понимаете, а если обучение в кредит брать, ну я вам еще раз говорю, если вы понимаете, что вы пришли у меня за миллион, обучились, после меня вы сразу же в первый день обучения поставили расстановки, я не знаю, по 50 тысяч рублей, поняли, что вы там в течение месяца проведете и отобьете этот миллион, там, не знаю, за неделю в ответственности, что вы это все сделаете, тогда, конечно, берите кредит, а если вы идете и говорите, вот, я сейчас пройду обучение, может что-то будет, с таким настроем, вы кредит возьмете, и хазарство вас выгонит с обучения, понимаете, здесь очень важна же ответственность, смотрите, вопрос в том, что взрослые дети, они ответственные, маленькие дети, они не ответственные, здесь точно так же, я реально выгоняюсь в обучение, если я вижу, что человек не готов брать ответственность, если я вижу, что человек на меня перекладывает ответственность, ну, терапевтом, расстановщиком, Юлии Хадарцевой, вы работать не сможете, потому что ваша задача там точно, четко проходить в состоянии, ну, терапевта, а в терапевте вы должны держать поле, это тотальная ответственность, держать поле, Я вот на обучение рассказываю, вы представляете, вы расстановку ставите, а у вас там какой-нибудь, не знаю, Гитлер пришёл из кармы или из родовой системы. Как вы, если вы поле не держите, там нужна ответственность. Поэтому мои терапевты и успеха добиваются, известными становятся на весь мир. И стоят дороже, да, мои терапевты, которые у меня учились. Какие условия для учёбы на расстановке? Так марафоны мои пройти, деньги заплатить и в ответственности приходить. Потому что я говорю, я регулярно выгоняю с обучения людей. Ну, реально, здесь важно прям принимать систему. Потому что если вы идёте ко мне учиться на расстановщика, расстановки — это система, это принятие фигур высшего порядка. И первая фигура, которую вы должны будете там принимать, — это своего учителя, меня, понимаете? И там по-другому не получится. Ну, вот я не знаю, есть ли на эфире кто-нибудь из моих учеников? У меня очень много учеников, очень результативных, которые реально крокусы собирают. Там большие залы вот в Питере. Вот в прошлом месте Юлия Ивлева собрала крокус, Леся Захарова собрала огромный зал в Питере. Да, там, ну, как бы я вижу результаты своих клиентов, ну, не клиентов уже, знаете, учеников. Горжусь ими. Но поверьте, каждому из них со мной не просто так. Я только тут ещё. Я ещё та фигура высшего порядка. И расстановки первое, чему учат, — это соблюдать фигуры высшего порядка. Вот Леночка здесь, да, Леночка, привет. Вот Лена была, кстати, на ВИП-обучении. Можете ей написать, спросить, как у Ходорцевой учиться и как ей это вообще всё зашло. Напишите моим ученикам, спросите, ученики-то мои все в доступе. Ещё раз говорю, на сайте там есть ученики. В целом они ко мне ходят часто на расстановке. Я уверена, что и 23-го, и 24-го мои ученики будут. Поэтому приходите у них, спрашивайте. А если я прорабатывала себя, но не у вас, можно тогда? Да приходите, конечно. Я тот терапевт, который вообще в конкуренции не живёт. Я разрешаю вам ходить ко всем терапевтам мира. Я вам даже больше скажу. Я даже говорю о том, что вы должны учиться у всех, у кого отзывается. Я сама человек, который постоянно где-то учится и прочее-прочее делает. Поэтому приходите, конечно. А в апреле и в мае обучение приходите. Какой красивый свитер. Да, пожалуйста, любуйтесь. Аня Керимова, напишите ей. У Юли на эфире увидела свитер и хочу вас купить. Он есть такой. У неё много, кстати, цветов. И синие, и оранжевые. У меня Тиффани и розовый. В чём причина лишнего веса? Ем мало. Я уже сегодня на этот вопрос отвечала. Посмотрите эфир ещё раз. Я сегодня отвечала про лишний вес очень подробно. Юленька, здравствуйте. Что необходимо проработать? Я не могу доверять мужу. Зарабатываю больше него. Папу надо проработать. Не доверяя к отцу. Учёба в Москве? Да, в Москве. И в апреле, и в мае в Москве. А что за тренинг во Владикавказе? Во Владикавказе тренинг «Сила рода». Это не во Владикавказе, а он в Феогдоне. В горах. В осетинских горах. В Феогдонском ущелье. Мы по горам ездим в сильные энергетические места и прорабатываем род. Много работаем с родом. Приходите. 24-28 апреля. Одно место там осталось. Там будет моя любимая Виктория. Жена моего дяди. Ходорцева. В общем, приходите. Там очень крутой коллектив собирается. Поэтому давайте. Не могу проявиться. Страшная идея есть. Но страх такой, что аж кровь холодеет. Папу прорабатывать. Да нет, проявляться. Хватит уже прорабатывать кого-то. Что такое кровь холодеет? Что фантазируешь, кровь там у тебя холодеет? Иди мне просто сториз запиши. Сегодня вот выложи сториз. Здравствуйте. Я посмотрела эфир Ходорцевой. Она мне сказала начать проявляться. Начни проявляться, да и всё. У меня есть марафон «Моя миссия». Не знаю, куда он идёт. Посмотрите там по расписанию. На марафоне «Моя миссия». Мы очень круто с этим работаем. А что такое сегодня? Прямо все про свитер. Напишите Аньке Керимовой, что у Юли сегодня красивый свитер, что я ей привет передаю и благодарю за её красивую одежду. Анька, ты не смотришь меня? Анька Керимова – это дизайнер, который создавал этот свитер. Юль, скажите, пожалуйста, в чём связано прерывание, прерывается поток клиентов? Только с тобой. Прерывается поток клиентов, это всегда связано только с нами. Либо не хватает энергии, либо не хочешь этим заниматься, либо стала меркантильной тварью. Потому что в наше время, если вы от клиентов хотите только денег, клиенты это чувствуют, и они валят. Что ещё может быть? Реально, может быть, устала и не хочешь этим заниматься. Просто здесь важна очень внутренняя честность с собой. Мне завтра 40 лет. Говорят, мне праздновать эту дату. Что думаете? Ну, во-первых, напишите нам, напишите нам в обычном соляр. Во-вторых, я вообще люблю астрологию. Мне всегда астролог рассчитывает соляр, где мне отмечать и как. В-третьих, я, по-моему, как я отмечала 40 лет? Кто-нибудь помнит? Я вообще ничего не знаю. Ничего не знаю, по поводу отмечать или нет. Я 40 лет, я, кстати, прикольная. Когда я 40 лет отмечала, меня отправили в Стамбул. Я там познакомилась, чуть не вышла замуж. Представляете, я в свой день рождения познакомилась с Крисом Коннором. Он меня потом забрал в Америку, сделал мне предложение, чуть замуж не вышла. Поэтому я не знаю, по-моему, отмечать или не замечать. Но у меня 40 лет были очень запоминающиеся. Но мне, кстати, сказали одно отмечать. Не с кем-то. Мне сказали одно уехать в Стамбул. Мне астролог сказала. Я уехала одна в Стамбул и прямо в свой день рождения познакомилась с американцем очень крутым. И я чуть не уехала жить в Америку. Нет энергии. Как быть? Правильное питание, тренировки. Правильное питание, тренировки. Ложиться спать вовремя, вставать. У нас в 6.40 утра делать медитацию с нами, прайминг. Это бесплатно. В 7 утра стоять в планке. Правильно питаться. И прочее, прочее, прочее. Добрый вечер, моя королева. Шикарно. Да, пожалуйста. Так, не могу забеременеть. Уже второй брак. Надо посмотреть в родовой кармической системе, что за история там терялись дети. Проработать всех нерожденных братьев и сестер, маминых мертвых детей. По материнской линии есть смерть и женщин от родов. Проработать их, вытащить. Четвертое поколение. Бабушка там умерла от родов. Растождествиться с этим и все. А что за медитация? В 6.40 утра мы делаем медитацию прайминг. Это бесплатно. У меня бесплатный чат в Телеграме. В 6.40 утра мы просыпаемся. Тони Робинс и медитацию все вместе делаем. У нас бесплатные проекты медитации. Голодаем мы раз в неделю. В планке стоим. У нас канал Мама Папа есть. Можете написать в директ. Вам девочки вышлют. Прямо напишите. Дайте бесплатный канал. Вам вышлют. Расскажите про вашу собачку. У нашей собачки началась течка. Это вообще, конечно, что... Мы вернулись. Ну, во-первых, наша собачка, пока нас не было, выиграла. Первое место заняла. Во-вторых, у нашей собачки фамилия Бриллиант. В-третьих, у нашей собачки началась впервые течка. Мы тут в шоке. Ну, и она прикольная. Нормальная ли, что, будучи беременной, совсем нет энергии? Да, отдохни. Так, значит, давайте я еще вопросики посмотрю. Как быть, если не движется работа по диссертации? Может быть, тебе не нравится эта диссертация? Диссертация? Я не знаю. Ну, вообще, я за то, чтобы закрывать гештайты. Лучше дописать. Юля, я благодарна вам за ваш марафон, который длился 78 дней. У меня большие улучшения в жизни. Спасибо вам большое. Да, пожалуйста, в телеграм-канале я вас создаю бесплатно. Каждое утро 8.08 вам этот марафон приходит без оплаты. Прошлый поток, когда я бесплатно запускала, у нас Крокус вышел. Чем вы питаетесь? Последние 11 дней я питалась просадом, святой едой. Ну, еще я вегетарианка. Сейчас еще я немножко заморочилась аюрведой. Поэтому сейчас у меня вообще уже даже помидоры, огурцы нельзя есть. Ну, я не ем мясо, да. Краснеет правая часть правого глаза. Не понимаю причин. Папа. 23-го числа жду на тематической расстановке папа. Люди, я уже час с вами тренжу. Пойду-ка я. Везде вас жду. Очень люблю. Давайте еще парочку вопросов отсюда отвечу. Мечтаю бы пасть к вам на расстановке. Да, пожалуйста, Господи, приходите. 23-го вообще бесплатно открытая встреча. 23-го – это выходной день. 23-го у нас открытая встреча и расстановка папа. 24-го у нас расстановки в Москве. Приходите, я вас прошу. Мечтаете, исполните мечту. Как вам Индия? Вернетесь еще туда? Да, я вернусь. Мы сейчас сделаем программу. Не знаю, в итоге я ее подтвержу или нет. Там есть Шива, Бог Шива. И по преданию Шива спустился. Там есть 12 Шива Лингам. Шива Лингам – это такие штуки, немножко на член похожие. Как будто влагалище и член. По всей Индии разбросано 12 Шива Лингам. Я сейчас хочу сделать 3 тренинга, где мы в одном тренинге будем 4 Шива Лингам посещать. Вот, поэтому в Индию вернусь и не раз еще. Ты замужем? Ну, во-первых, дорогой мой человек, Айрон 33, с машинкой на аватарке. Я не замужем. Ну и вообще к женщине лучше на вы. Особенно с наяким вопросом. Постановка папа в Москве или онлайн? Папа в Москве, 23-го числа в Москве. Как-то новый отель, где-то на краю мира, по-моему, выбрали. Боязнь мужчины – это абьюзивная энергия. Марафон абьюз. Что посоветуете пройти по телу, красоте? Тело к лету – марафон. Он стартует 8-го марта, идите. Очень крутой марафон тело к лету. Можно лечить папу энергетически? Нет. Давно не было лишних, не было ваших вебинаров. Когда следующие? 12-го марта про красоту и здоровье. Приходите. Как влияют на родовую систему? Приемные родители. Никак их нет в родовой системе. Все говорят про супервизию. Зачем расстановщику она? Потому что поднимаем квалификацию. На обучение приходите, на супервизию следом записывайтесь. Сексоблок, да, насилие было 100% у этой девочки, про которую спрашиваете. Привет, Юлечка, привет. Юля, здравствуйте. У бывшего мужа зависимость алкоголя. Развелись сейчас в отношениях. Та же история. Алкогольная зависимость – это подавляющий родитель противоположного пола. Если вас постоянно мужчины пьют, значит, вы подавляющая мать для них. Хватит быть мамкой. Идите в женственность. Сейчас у меня идет марафон «Время быть женщиной». Идите в него, зайдите. Реально, вот всем, все сейчас, кто на эфире, идите. Три дня марафон идет. Идите, зайдите в марафон «Время быть женщиной». Пожалуйста. Вот реально, вы мне потом благодарности напишите. Идите просто, зайдите в марафон «Время быть женщиной». Все. Вам очень понравится. Юля, голос у вас стал мягким. Да нет. Кто у вас стал мягким? Я просто ваше отражение. Не доверяю мужу. У вас не доверяю к себе. Я вам еще раз говорю. Я сегодня на эфире говорила. Пересмотрите эфир. Если вы мужу не доверяете, зачем вы вообще в этих отношениях? Ну, серьезно. Если мужчина решит выбрать другую, отпустите его с Богом. Пусть идет. И будьте счастливы. В общем, я вас люблю. Любимый. Час и фиран. Обнимаю. На связи. Покажите ноги. Пожалуйста. Смотрите. Айрон 33. Не успокаивай. Пришли 150 роз мне. Айрон 33. Розовых вот таких. Сможешь? 150, 150, 150 розовых роз. Присылает. Жду. И вот такая волосы тонкие не растут. Куда смотреть? Волосы это антенны с духовностью. Чакра сахасрара есть такая. Соединятся с духовностью. Ну, как минимум начните медитировать. У меня бесплатная медитация. Вот Тони Робинса в 6.40. Вот начните хотя бы это делать. Как часто можно делать расстановки? Я делаю каждый день. Это и чаще. Асель. Поставь свою фотографию на аватарку, пожалуйста. Юля. Купила расстановку у Юлии Цветковой. И жестко заболела. На расстановку пошла. Теперь болит правое ухо. Ну, че? Молодец. Поздравляю, че? Влюбленность в мужчину. Восхищение больше, чем у него. Стоит ли продолжить? До себя надо любить и с собой восхищаться. Если вы с собой восхищаетесь еще больше, чем у него, тогда стоит. Если вы восхищаетесь больше, чем с собой, тогда нет. С собой начните восхищаться. А у тебя красивые губы. 150 роз, айрон 33. Не прокатит. Если сексом не хочется заниматься, значит, надо прочитать книгу про секс Юлии Хадарцевой и пройти марафон про секс. С этим надо работать. Женщина должна кончать. Женщина должна кончать. Не кончающая женщина. Это проблема. Очень серьезная не только для вас, но и для мира. Поэтому женщина должна кончать. Ваша единственная задача – научиться кончать девочке. Серьезно. Время быть женщиной – марафон. Сегодня на него зайдите все на марафон «Время быть женщиной». Марафон про секс, книга про секс. Куча подкастов. У меня есть бесплатные подкасты. Куча подкастов про секс. Вот идите с этим работать. Женщина должна кончать. Очень вас люблю. Я пошла. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok